Здравствуйте, я Гурнас, преподаватель онлайн-школы шитья без полк. И в этом видео вы узнаете, как смоделировать платье с запахом и шить его от начала и до конца. В этом видео я постараюсь подробно описать алгоритм пошива платья, и поэтому урок будет понятен даже для новичков. Кстати, если вы только начинаете шить, то я бы советовала вам пройти онлайн-курс по женской одежде в нашей школе. Он подходит как для начинающих, так и для продолжающих. Включает в себя более 70 уроков по конструированию, моделированию и пошиву юбок, брюк, платьев и рубашек. Многие из тех, кто занимались по этому курсу, начинали с нуля, а сегодня уже принимают заказы на пошив. Подробную информацию, фото изделий из курса и отзывы учеников о курсе можно посмотреть на сайте беспокой.ру. Если хотите получать больше полезной информации о шитье и моде, то подписывайтесь на страницу в инстаграм беспокой.ру. Что нам потребуется для пошива такого платья? Во-первых, основная ткань. В этом видео я сошью платье из бархата на трикотажной основе. Такой бархат имеет отличительную плотность и толщину. Трикотаж имеет синтетический состав и немного напоминает неопрен. Бархат тоже имеет синтетический состав и поэтому это платье предназначено для носки только в холодное время года. Осенью, зимой и в начале весны в нем будет вполне комфортно. Но вот для лета такой тип материала не подойдет. Разумеется, вы можете шить платье с запахом из любой ткани. Единственное, я посоветовала бы выбирать материалы менее сминаемые, поскольку нам будет не совсем удобно, внешний вид платья будет испорчен, даже если мы присядем один раз. Если вы шьете платье из бархата или ткани, которая имеет рисунок в определенном направлении, то будьте готовы к тому, что расход ткани значительно увеличится. Примерно в полтора-два раза. Многое зависит от размера вашей одежды и от силуэта. Приведу примерный расчет количества необходимой ткани примерно до 48, иногда включительно, размера. Вам необходимо замерить длину изделия, добавить к этой величине длину рукава и можем взять еще дополнительных 30 сантиметров на обработку срезов и мелких деталей. Ну а если вы шьете из бархата, либо из ткани, имеющей рисунок в определенном направлении, то вам потребуется примерно двойная длина изделия, плюс длина рукава, плюс те же примерно 30 сантиметров на мелкие детали и обработку срезов. Срезы горловины борта мы будем обрабатывать детали обтачки под бортом. Для придания большей стойкости этим деталям мы воспользуемся клеевым материалом. В моем случае это флизелин. Он тонкий, полупрозрачный и с одной стороны имеет клеевое напыление. Для стачивания срезов можем воспользоваться армированной нитью, а для обметки срезов можно воспользоваться полиэстровой нитью. Она тоньше, чем армированная нить и не будет создавать излишнего объема вдоль срезов по швам. Если вы обметываете срезы оверлоком, то вам потребуется три полиэстровых нити. Если вы обметываете строчкой зигзаг, такое тоже допустимо, то достаточно будет одной полиэстровой нити. И, кстати, если вы шьете платье из трикотажа или из материала на трикотажной основе, то не забудьте поменять иголки на специальные, предназначенные для пошива трикотажа. Платье будет с запахом на пуговицах. Вы можете создать свой дизайн, отличающийся от этой модели платья. Но я буду использовать пуговицы на ножке. Это пластиковые пуговицы, имеющие граненую поверхность и сверху обтянутые металлизированной сеткой. Что касается выкроек, нам потребуется базовая основа платья. Или, правильнее говорить, плечевого изделия. Такую основу вы можете построить, руководствуясь учебником по конструированию. В нашей школе шитья без бога есть учебник по конструированию женской одежды, то есть по созданию выкроек. Оплатить и скачать можно прямо на сайте, буквально в пару кликов. Но более подробно о создании базовых основ и плечевых изделий, и юбок, и брюк, я рассказываю в онлайн-курсе по женской одежде. С его содержанием, фотографиями и отзывами вы также можете ознакомиться на сайте. Итак, наша базовая основа платья состоит из полочки, спинки и одношовного вточного рукава. Нагрудные талевые выточки мы сохраняем для того, чтобы добиться максимально хорошей посадки по фигуре. Нам потребуется эту базовую основу немного преобразовать. Моделирование это очень просто. Я обозначу линию середины полочки, также обведу все остальные срезы и линии выточек. Обозначу примерный уровень талии. Нам необходимо будет решить, какой глубины будет вырез. К примеру, глубину выреза можно довести до уровня талии и надевать платье с майкой либо блузой. Либо для того, чтобы не надевать под платьем ничего дополнительного, можно глубину выреза немного поднять. К примеру, в моей модели платья это уровень груди и еще на пару сантиметров выше. Также нам необходимо определить ширину полузаноса. То есть это та надбавка от середины полочки, передней половинки. Ширина полузаноса может быть разной в зависимости от ваших желаний и модели. В этой модели платья я имитировала двубортную застежку. И поэтому ширина полузаноса у меня была около 6-7-8 сантиметров. Если вы хотите сшить платье с однобортной застежкой, то есть один ряд пуговиц, либо, к примеру, одна пуговица, то ширину полузаноса не нужно делать такой большой. Достаточно 1,5-2-3 сантиметров. Также многое зависит от размера вашей пуговицы. Чем больше пуговицы, тем больше должна быть ширина полузаноса, для того, чтобы все выглядело органично. И пуговица не выходила за пределы линии борта. Кстати, линии борта называются вертикальной линией, которую мы только что обозначили. Вот и все. Платье с запахом смоделировано. Мы можем в юбочной части изделия сделать небольшое расклешение. И платье будет иметь трапециевидный А-образный силуэт. Для этого вы можете просто замерить от уровня бедер определенный отступ, например, 2 сантиметра. Плавно соединить точку по боковому срезу на уровне талии с новой точкой бокового среза по уровню бедер. И продолжить эту линию до самого низа изделия. Кстати, то же самое вам необходимо повторить и с деталью спинки. Сколько вы прибавили по уровню бедер по полочке, столько необходимо прибавить и по спинке, для того, чтобы все было симметрично. Деталь полочки теперь цельная, вместе с шириной полузаноса. И еще один момент относительно бокового среза. Если вы скроили платье с расклешением, а срез низа полностью горизонтальный, то боковые срезы у вас могут провиснуть. Поэтому по боковому срезу мы немного отсекаем лишнего. Как определить, сколько срезать? К примеру, если по середине полочки или спинки длина изделия от уровня талии 70 сантиметров, то по боковому срезу мы можем замерить ту же самую длину от уровня талии и сделать отметку по боковому срезу. Теперь новую точку нам необходимо плавно привести к линии середины переда или спинки. Но если боитесь отрезать лишнего, окончательно оснуровку изделия вы можете сделать в конце, после того, как платье будет уже готово. Скроили детали полочки и обязательно проложите сметочную строчку, то есть просто крупный шов вручную по линии середины полочки. Любой ниткой, желательно контрастной. Скроили детали и полочки, и спинки с припусками на швы, также не забудьте про припуски на подгиб низа изделия. Здесь можно оставить больше, к примеру, 3-4-5 сантиметров, но если срез не прямой, а слегка округлый, то большие припуски оставлять не стоит, поскольку их будет сложно обработать аккуратно. Переходим к сборке изделий и начинаем с выточек. Соединяем булавками, при необходимости сметываем и затем даем строчку на машинке. Ту же самую операцию проводим и с деталью спинки, талевые и плечевые выточки, если у вас есть. Также скалываем булавками, сметываем при необходимости и даем строчки на машинке. Прострочили плечевые, нагрудные, а также талевые выточки по передней половинке и выточки сразу же поутюжили. Также не забудьте сутюжить слабину выточек, то есть та волна, которая образовывается по острым концам выточек. Кстати, я сразу обметала плечевые и боковые срезы, как по спинке, так и по полочке, поскольку я все равно их буду разутюживать. Соединяем детали полочки и спинки лицевыми сторонами вместе, соединяем плечевые срезы и боковые срезы. Кстати, помимо плечевой выточки по спине, в базовую основу я заложила примерно 5 мм на посадку, для того, чтобы изделие максимально хорошо сидело по плечам. Прикрепили по плечевым боковым срезам и далее даем строчку на 1 см от края. Срезы после этого разутюживаем. Далее обработаем срез борта, срезы горловины. И для этого подготовим обтачку. Для обработки среза горловины и борта мы скроим деталь обтачки, или правильнее говорить подборта в данном случае. Деталь подборта можно скроить из той же базовой основы, которую мы смоделировали. Итак, начнем. Обозначим ширину подборта. В среднем это 10-12 см вдоль линии борта, параллельно линии середины передней половинки. А в приближении к плечевому срезу и по линии плечевого среза ширина подборта будет меньше. Обычная ширина обтачки это 5-7 см. Так вот, в приближении к плечевому срезу деталь подборта мы можем скроить с такой же шириной. Таким образом, величину подборта в 10 см нам необходимо плавно сократить. Максимально быстро, но в то же время плавно сократить до минимальной ширины, то есть 5-7 см. Обозначили линию детали подборта и разрезаем по этой линии. Срезы горловины по задней половинке, по спинке, также будут обрабатываться обтачкой. И ширина этой обтачки должна быть аналогичной. Можем, к примеру, сопоставить плечевые срезы полочки и спинки и по плечевому срезу спинки сделать отметку. Либо, если мы определили ширину обтачки по плечевому срезу, например, в 7 см, то эту же величину мы можем отложить вдоль всего среза горловины по спинке. Таким образом, 7-7-7 см. И далее нам остается только соединить плавной округлой линией эти отметки и срезать деталь обтачки по спинке. Таким образом, мы получаем деталь обтачки по спинке. Я скроила основную деталь спинки в сгиб. Обтачку по спинке мы также краим в сгиб. И при этом не забываем соблюдать направление нити. Сгиб обтачки по спинке должен быть строго подолевой. То же самое касается и детали подборта по передней половинке изделия. Детали обтачки нам необходимо продублировать. Вырезаем флизелин либо дублерин по форме детали обтачки. Шершавую сторону накладываем к изнаночной стороне детали. Накладываем сверху проутюжник, то есть простую хлопковую ткань. И проходим горячим утюгом с паром. Капельки клея растопятся, и клеевой материал флизелин хорошо приклеится к детали обтачки. Убираем проутюжник, проверяем, хорошо ли приклеился флизелин. И лишние обязательно срезаем, для того, чтобы детали были аккуратными. Переходим к детали подборта. Длинный вертикальный срез параллельной линии середины полочки не растягивается, поскольку мы скроили его подолевой. А вот косой срез выше растягивается очень сильно. И, как показывает практика, если продублировать деталь подборта таким же способом, как и деталь обтачки по спинке, то этот косой срез, даже если он продублирован, со временем начинает растягиваться и терять свою форму. Для того, чтобы избежать этого растяжения, можно дополнительно проклеить косой срез полоской дублерина, скроенный, к примеру, подолевой, то есть долевиком. Для того, чтобы не создавать излишнего утолщения и объема в срезах, мы эту полоску, долевик, можем немного отодвинуть вовнутрь, то есть на величину припуска на шов. К примеру, если вы оставили по сантиметру на швы, то, соответственно, клеевую полоску мы отодвигаем на сантиметр вовнутрь. Иначе срезы будет очень сложно сутюжить. Ну а поверх этого накладываем флизелин, как мы делаем это обычно, шершавой стороной, то есть с капельками клея на изнаночную сторону детали. Сверху накладываем проутюжник и проходим горячим утюгом с паром. В результате такого приема косые срезы совсем не растягиваются, а значит, будут долго держать свою форму. Переходим к следующему участку, спускаемся вниз и повторяем ту же операцию, но уже без дополнительных долевиков. Лишний флизелин, выходящий за пределы детали, обязательно срезаем. И теперь можем соединить детали обтачки. К лицевой стороне обтачки по спинке мы накладываем лицевые стороны детали подборта, по передней половинке изделия. Соединяем плечевые срезы, скрепляем булавками, то же самое повторяем со второй стороны. Далее по плечевым срезам нам необходимо дать строчку на 1 см, либо тот припуск, который вы оставляли. Обтачка готова, мы просрочили по плечевым срезам, срезы необходимо разутюжить, и внешний округлый срез можно обметать. Что касается внутреннего среза, то есть среза борта, обметывать его не нужно, поскольку он все равно останется внутри. Далее лицевую сторону детали подборта соединяем с лицевой стороной изделия, и у нас будет несколько контрольных точек. Во-первых, это уголки по срезам борта, они должны совпасть. Далее это плечевые швы, и второй уголок по срезу борта. Далее прикрепляем в промежутках срезы друг к другу, и нам остается прикрепить деталь подборта к срезу борта вдоль всего вертикального среза до самого низа изделия. Даем строчку на 1 см от края, и один совет. Когда вы стачиваете детали, то дублированную деталь всегда держите сверху, поскольку недублированная деталь имеет свойство растягиваться. Но зубчатая рейка, которая находится под лапкой, будет немного присобирать этот срез. Далее строчку по всему срезу борта, и прежде чем выворачивать, нам необходимо немного подрезать уголки, для того чтобы они максимально аккуратно вывернулись без создания излишней толщины. Нам необходимо срезать лишнее, плавно подходим к уголку, и в уголке оставляем буквально 2 мм. И далее снова плавно уводим к срезу к припуску на 1 см. То же самое повторяем со второй стороной, и в заключение можем сократить толщину по плечевым швам, для того чтобы обтачка лучше вворачивалась, и просто отсечем уголки по плечевым швам среза горловины. Прежде чем вывернуть обтачку наизнанку и поутюжить ее, нам необходимо будет проложить закрепляющую строчку, для того чтобы обтачка максимально аккуратно была зафиксирована на изнаночной стороне изделия. Для этого отогнем обтачку в другую сторону, то есть в сторону срезов, и после этого нам необходимо дать строчку прямо по лицевой стороне детали обтачки на 1-2 мм от шва. Таким образом мы даем строчку по детали обтачки и захватываем два среза борта. Эту строчку необходимо будет проложить вдоль всей детали подборта, включая обтачку по спинке. Мы проложили эту строчку, и посмотрите, как обтачка уводит за собой буквально 1-2 мм лицевой ткани. Это называется кантиком. Благодаря такому эффекту лицевая сторона изделия получается максимально аккуратной, без каких-либо лишних швов и строчек. И нам остается только поутюжить изделие. Мы практически завершили обработку среза борта, но у нас в отношении детали подборта есть еще одна операция, которую мы оставим напоследок. Мы прикрепим срезы подборта потайными незаметными стежками к основному изделию, для того, чтобы деталь подборта не выворачивалась. Переходим к обработке рукава. Все срезы в этом изделии я буду разутюживать, то есть направляться в разные стороны, для того, чтобы не создавать большой толщины. Все-таки ткань достаточно плотная. Поэтому сначала я обметаю боковые срезы рукава, а вернее передний срез и локтевой. А после этого сложу рукав пополам, соединив эти два длинных среза друг с другом. И дам строчку на 1 см. Далее строчку по рукаву. Кстати, я сразу обметала срез низа рукава. Его я также обработаю в самом конце, незаметными потайными стежками. Ну а теперь можем присоединить рукав к пройме. Находим правильный рукав, прикрепляем к правильной пройме. Соединяем боковой шов со швом стачивания рукава. Выворачиваем изделие на изнаночную сторону. И соединяем срез проймы со срезом оката рукава, так, чтобы рукав в это время был сверху. Рукав, его соединение с проймой, то есть вметывание и втачивание рукава в пройму, возможно, один из самых сложных этапов пошива плечевых изделий. Более подробно тему рукавов я разбираю на курсе по женской одежде. Этот курс можно найти на сайте bespoke.ru Втачали рукав, изделие практически готово. И теперь можем переходить к обработке срезов, а именно подшиванию и закреплению срезов. Начнем со среза низа изделия. В этой модели платья я подгибаю около 3 см по низу изделия наизнанку. А вот в детали подборта уголок увожу немного выше. Благодаря такому приему деталь подборта не будет выходить за пределы среза низа изделия, после того, как мы отогнем деталь подборта наизнанку. Если бы мы заутюжили на одном уровне, то она могла бы выходить. Закрепили, поутюжили аккуратно. И после этого нам необходимо будет заправить нитку в иголку. Можно одинарную, для того, чтобы не создавать большой толщины. И незаметными потайными стежками подшить. Мы уже подробно рассматривали эту строчку, как ручную, так и машинную. В одном из предыдущих видео, которые вы можете найти на канале, моя машинка прокладывает такую строчку. Однако я люблю подшивать изделия потайными стежками вручную. Аналогично можно подшить все срезы детали подборта. И в этом изделии я подшила даже боковые срезы. Поскольку ткань плотная, боковые срезы в силу особенности материала не лежат строго в разутюжку. Той же самой строчкой я подшила низ рукавов. И, как видите, строчка очень незаметная с лицевой стороны. Выглядит аккуратно, без каких-либо швов и строчек. Ну что ж, изделие практически готово. Нам остается только пришить пуговицы и обработать петли для пуговиц. И вот теперь нам потребуется та линия середины передней половинки, которую мы прометали вначале. Мы наложим правую половинку поверх левой, в женских изделиях всегда так. Соединим линии середины переда по обеим половинкам. И после этого обработаем двубордную застежку. Это означает, что нам необходимо будет пришить не только два ряда пуговиц, но и два ряда петель. Поскольку по передней половинке изделия обтачка имеет маленькую ширину, то есть примерно 10 сантиметров, обрабатывать петлю на однослойной, непродублированной ткани не стоит. Поэтому мы по каждой половинке обработаем только один ряд петель. По краю правой половинки и по краю левой половинки. Разумеется, мы могли бы обработать оба ряда петель по верхней правой половинке полочки. Но в таком случае обтачку нам пришлось бы скроить очень широкую. И представьте, по передней половинке изделия мы в результате получили бы 4 плотных слоя ткани. Это очень некомфортно. И контрастная ширина всегда будет чувствоваться. Поэтому мы воспользуемся именно таким альтернативным методом. Сложим изделие пополам, соединив плечевые срезы и углы по линии борта. Заодно проверим симметричность двух половинок изделия. И обозначим булавками, либо мелком положение пуговиц. Первая пуговица будет как раз на уровне уголка по линии борта. От края борта мы отступаем примерно полтора сантиметра. И сразу же можем перенести эту отметку на вторую сторону, на вторую половинку изделия. Ну а далее нам остается только с конкретным интервалом обозначить положение. Интервалы могут быть разными. Также многое зависит от размера, от величины вашей пуговицы. Можно, к примеру, оставлять расстояние 8 сантиметров. Или даже больше. Булавкой поперек линии борта мы обозначаем уровень, на котором будет располагаться петля. Ну а булавкой вдоль линии борта мы обозначаем место начала петли, то есть отступ. Здесь это примерно полтора сантиметра. Можете взять большую величину. Переходим к обработке петли. Для этого можно воспользоваться специальной лапкой. Преимущество этой лапки в том, что вы можете вставить пуговицу. И лапка отрегулирует размер петли под размер этой пуговицы. После того, как петли будут обработаны, можем присоединить правую и левую части передней половинки изделия по линии середины полочки. То есть по той линии, которую мы проложили ручной. Соединяем от начала и до конца. Кстати, что касается разрезания петель, то можно воспользоваться распарывателем. Он также предназначен для разрезания петель. И для того, чтобы не разрезать лишнего, вначале и в конце петли можно закрепить булавку. Для того, чтобы распарыватель не ушел за пределы петли. Петля готова. И теперь к ее внешней стороне, то есть к той стороне, которая ближе к линии борта, вводим булавку. Она будет обозначать положение пуговицы. И нам остается просто пришить пуговицу. Делаем закрепку, узелок и срезаем лишнее. Пуговица для лицевой петли пришита. Что касается петли левой половинки полочки. Положение пуговицы определяется так же. Мы заводим булавку в край петли. И начинаем пришивать пуговицу с изнаночной стороны. Нам потребуется дополнительная плоская пуговица, желательно в цвет. Прикрепляем плоскую изнаночную пуговицу. Отворачиваем изделие на лицевую сторону. И пришиваем одновременно с этим пуговицу для лицевой стороны изделия. Снова заводим иголку на изнаночную сторону. И этим же стежком пришиваем потайную пуговицу. Повторяем эту операцию несколько раз. В заключение делаем узелок. Лишнюю нитку срезаем. И на этом пуговица по изнаночной стороне так же обработана. В результате мы получаем изделие с двубортной застежкой. Без потери качества и комфорта. Аналогично вы можете обработать петли и пришить до самого уровня низа изделия, либо выше, до желаемого уровня. На этом платье будет готово. Нам остается только провести заключительную утюжку изделия. На этом все. Наше платье готово. Спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Я желаю вам хорошего дня. До встречи. Пока.